Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Многих волнует вопрос, где сушить семена, которые мы приготовили своими руками, которые мы через брожение или просто промыли через сито. Сейчас я расскажу несколько вариантов. Конечно, если вы с одной помидорки собрали семена, то многие просто выкладывают на бумажечку и на подоконник. При комнатной температуре она быстро высыхает. Но если у вас, например, вы делаете большой объем семян, то, конечно, при комнатных условиях, когда нет хорошего проветривания, если много семян, они могут в этом, как сказать, вот в таком мокром виде прорасти. Им нужна более высокая температура и более лучшее проветривание. Я всегда свои семена сушу в теплице, вот когда вот сейчас позволяют условия. Тут жарко, хорошо, но опять же спрашивают, можно ли сушить на солнце. Я точно не знаю, никаких научных обоснований я еще не читала. Все, хочу посмотреть информацию, не могу найти время. Я сушу на солнце, прямо вот в теплице под палящим солнцем, но я прикрываю их газеткой. И у меня получается два в одном, что они и в хорошо такой прогретой теплице, при высокой температуре, на солнце, но прикрытые от вот этих, от ультрафиолета, от излучения солнечного газетками. Высыхают за один день, очень хорошо, я вчера выложила их, они прям до шебуршащего состояния высохли. Все, сейчас эти уберу, новые лотки поставлю, и вот такой конвейер у меня, раз в день я меняю их, эти высохли, выкладываю новые, закрываю этими же газетками. И вот на стеллажах, где у меня росла рассада, сейчас всю осень будут у меня сохнуть семена, сейчас у меня томаты, потом здесь будут перцы, и все, а потом здесь будет земля с лотками. Вот эта теплица, пристроенная к дому, она очень удобная, она у меня занята все лето. Тут сначала рассада, потом здесь у меня все остальное, огород на балконе, нынче был, сейчас семена. Ну вот про сушку, можно сушить и в комнатных условиях, если у вас маленькое количество. Всегда я помню, бабушка, мама, они вот на газетку выложат эти семена, они высохнут, они потом эту бумажку сворачивают, они даже не складывали, они в какие-то целлофановые пакеты, бумажку сворачивают, подписанную, и в книгу между листами, в вторую книгу, так и хранили, не раз это, даже не соскабливали ли их, весной только брали. Если большой объем, то нужно для этого, конечно, помещение более приспособленное, чтобы было там жарко, чтобы было проветривание. Я вот открываю днем двери теплицы, оно на сквозняке лежит, но сверху я укладываю листы, видите вот эта штука, а чтобы листы сквозняком не сбились, вот у меня обрезки этого, кто он, плинтуса, я вот так прикрываю, чтобы газеты не слетели. И еще от всяких кошек, чтобы кошки тут случайно не залезли, не все, не убрали. У меня, короче, все это крепится, вот так, все. Через день я их убираю. До свидания. Способов сушки много, можно и на улице, если у вас есть возможность следить за этим. Выложили прямо на солнцепек, прикрыли какой-то белой тряпочкой, или белой бумажкой, или газеткой, сверху закрепили, или сверху накрыли контейнером пластмассовым, чтобы она не слетела, чтобы кошки не разрушили. И, пожалуйста, через 2-3 часа семена у вас будут готовы. Это все. Субтитры сделал DimaTorzok